МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Программа в теме. Журналисты Радио ЗФМ о людях, событиях и фактах. О людях, событиях и фактах. Здравствуйте! В студии Егор Городко. Мы все общаемся в сети, но часто не задумываемся о том, правильно ли это делаем. Сегодня в теме мы поговорим о цифровом этикете, как вести себя в деловой переписке, что не стоит выкладывать в социальные сети и как писать сообщения эффективно, чтобы на них быстро отвечали. Об этом не только нам расскажет основательница школы этикета и культуры, культуролог, магистр педагогики Оксана Зарецкая. Оксана, здравствуйте! Здравствуйте, Егор! Вы, конечно, озвучили программу на наш сегодняшний эфир. Хотелось бы, конечно, обо всем поговорить. Да, мы, конечно же, постараемся обо всем поговорить, но еще не стоит забывать, что нам можно задавать вопросы на номер 3377 в группе ВКонтакте, а также в Телеграм на собакорадиус.фм. Задавайте, Оксана на все ответит. Очень постараюсь. Итак, Оксана, что же такое цифровой этикет? Ну, давайте начнем с того, что этикет вообще существовал всегда и до сих пор существует. Ну, конечно, это как подвид. Подвид. Безусловно. Но теперь мы можем говорить о том, что этикет из салонов переместился в смартфоны. Огромная часть нашей жизни проходит в смартфонах, в компьютере, в социальных сетях. Основное общение сейчас происходит тоже через эти гаджеты и через интернет. Поэтому, наверное, это не то чтобы подвид. Сегодня это один из самых основных разделов этикета, в принципе. Если вы не владеете правилами цифрового этикета, то у вас значительно возрастает вероятность нарваться на неприятности, произвести неправильное впечатление, испортить свою репутацию много больше, чем если, например, вы не знаете, как пользоваться ножом или вилкой. Цифровой этикет сейчас окружает нас с момента, как только мы открыли глаза, до того момента, как мы уснули, потому что у нас всё время в руках смартфоны. Телефоны, да, конечно. Ну, учитывая, опять же, повторюсь, ситуацию сейчас, общение в интернете, оно, как это сказать, перевешивает общение в реальной жизни. Что же входит в цифровой этикет? По сути дела, это не только то, что вы пишете или что вы выкладываете в социальных сетях, но и то, как вы, в принципе, обращаетесь с телефоном. Есть определённый язык действий с телефоном, как с аппаратом, с вашим смартфоном, который очень много информации сообщает тем людям, с которыми вы сейчас общаетесь. Ну вот, предположим, да, вы разговариваете с человеком, у вас на столе лежит телефон, на который вы периодически посматриваете. И для того, чтобы показать, что человек вам наскучил, беседа вам неинтересна, и мы с вами неоднократно это наблюдали, человек берёт и утыкается просто в экран. Вуаля. Или же, предположим, вы хотите показать, что вы, наоборот, крайне заинтересованы в этом человеке, в этой беседе. В таком случае вы берёте этот телефон, отключаете звук демонстративно, кладёте его в карман или в сумку, и всецело демонстрируете человеку, что он для вас архиважен. Архиважен. Приёмчик, которому любят пользоваться люди с невысокой самооценкой, когда они изображают, что якобы разговаривают по телефону, когда к ним кто-то приближается. Вы, наверное, тоже такое видели. Да, ещё я видел неловкие моменты, когда этот телефон начинал звонить. Тогда, когда не стоит. Да, когда не стоит. Раньше, чтобы человек наскучил, наверное, нужно было просто смотреть на часы, вот так вот, и не отрывать взгляд. Да, и вы знаете, ещё телефон в последнее время стал выполнять ту роль, которую раньше выполняли, например, газеты или книга. Если вы оказывались в кафе или в каком-то публичном месте, где хотели побыть один на один с собой, то вы могли, например, уткнуться в книгу, уткнуться в газету, читать её и всем людям, которые находятся вокруг вас, было понятно, что вас трогать не стоит, вы хотите побыть наедине со своими мыслями. Сегодня эту роль выполняет телефон. Социологами есть такая исследовательница британская Кейт Фокс, которая проводила исследование на тему современного этикета, который касается главным образом британцев. Но это относится и к нашей жизни. Она отметила такой интересный момент. Женщина, которая хочет почувствовать себя более уверенной в ситуации общения с незнакомцами, берёт чаще в руки телефон. Как бы демонстрируя, она себя чувствует, более защищённая, значит, что может кому-то написать, кому-то позвонить в эту секунду, поддержка совсем рядом. Это один из признаков, может быть, нервозного состояния. Смотрите, ещё такой вопрос. Вот как развивался, может быть, цифровой этикет? То есть сейчас, если брать, допустим, социальные сети, можно увидеть, что даже поздравления с днём рождения уже не пишут там на стене, где-то там ВКонтакте. Пишут-пишут. Ну, некоторые, конечно, пишут, но раньше шквал просто таких сообщений был. Сейчас же это как-то стало таким делом личным немного, то есть поздравляют самые близкие. Вот, может быть, какие ещё изменения появились? Ну, изменения происходят постоянно. Это связано с развитием технологий и с распространением разных программ, разного рода приложений непосредственно самих телефонов. То есть давайте возьмём с вами ситуацию, ну, предположим, там, лет 20 назад, да, когда только появлялись телефоны сотовые. Я помню, когда училась в университете в 99-м году, мысль о том, что у меня, может быть, сотовый телефон, казалось, вау, это ну как купить себе, будучи студентом первого курса, автомобиль. Примерно такая же история, вот по ценностям, да, это было то же самое. Появляется новое приложение, появляются новые способы общения, и возникает необходимость вносить новые правила. Ну, вот из последнего, современная технология позволяет вам записывать голос и трансформировать его в текст, да, делать эту расшифровку. Когда эта расшифровка была несовершенная, слишком несовершенная, или когда её, в принципе, ещё не существовало, считалось абсолютно нормальным отправлять друг другу голосовые короткие сообщения. Особенно на заре, когда они только появились в первых мессенджерах, там, в Телеграме, в Вайбере, вы надиктовываете, и человек прослушивает, что же вы там сказали. Сегодня такие голосовые сообщения — это исключительный мовитон, ходит шутка, в каких случаях вы можете отправить голосовое сообщение, если у вас нет рук. Ну, ещё стоит, наверное, спрашивать разрешение на отправку голосового сообщения. Конечно, надо обязательно спросить, и если вы находитесь в реально безвыходной ситуации, когда вы не можете набрать человеку текст, то в таком случае надо 15 раз извиниться, даже в некотором самоуничижительном формате. Я прошу прощения, вот я извините, вынуждена просто сейчас вам отправить это голосовое сообщение, не против ли вы? И тогда этот номер может пройти, но без спроса отправлять голосовые сообщения — это, конечно, мовитон, это сегодня верх невоспитанности. Я думаю, что со временем и какие-то ещё новые темы появятся, так что мы следим. Ну, на смену голосовым сообщениям появились и видеосообщения, вот в Телеграме, допустим, кружочек этот с видео. А какие ещё, может быть, есть изменения? Или уже на подходе? Ну, смотрите, сейчас, например, поменялась серьёзно роль электронной почты. Раньше это был основной канал связи, особенно если мы с вами говорим про удалённую работу и работу в принципе. Всё деловое общение происходило либо через звонок, либо через встречу, либо через электронную почту. Сегодня электронная почта превращается в пространство в основном для обмена официальными документами, для хранения чётких уже договорённостей. А все текущие вопросы, решения, согласования, какие-то правки, они вносятся уже в формате мессенджера. И часть коммуникативной функции, которая раньше была у электронной почты, переходит в мессенджеры. И даже те консервативные компании, которые раньше говорили, ой, это вопрос о безопасности, мы не можем себе этого позволить, общение должно быть только через электронную почту, они сейчас столкнулись с теми реалиями, когда они вынуждены переходить на мессенджеры. И это во многом делает общение деловое проще, уходит лишний пафос. Вы быстрее получаете сообщение, быстрее получаете реакцию. С чем нам сегодня предстоит всем серьёзно разобраться, это со шквалом видеоконференции. Их огромное количество. Люди просто напоминают стихотворение Маяковского, не знаю, помните ли его, называется оно «Про заседавшиеся». Там, где люди без конца сидели на разного рода заседаниях. Только тогда это было заседание реальное, сегодня это виртуальное. И ходят такие даже забавные шутки, скажем так, шутливые советы, когда людям рекомендуют отключать микрофон и камеру, никто же не видит, чем вы, собственно говоря, занимаетесь. И в это время пропылесосить, помыть посуду, сделать ещё что-то параллельное по дому, с детьми уроками позаниматься. Конечно, это большая проблема. Мы из-за недостатка общения реального пытаемся это компенсировать огромным количеством видеоконференций, вебинаров, каких-то онлайн-обучений. И это приводит к пресыщению, уже тебе не хочется ничего. Это означает, что сейчас формулируются новые правила. И эти новые правила требуют, в первую очередь, оправданного участия человека в этих информационных встречах, в этих цифровых встречах. Ну вот, исходя из личного опыта, скажу, что видеоконференция не заменит никаким образом личную встречу. А вот кто же устанавливает эти правила и нормы? А если вы рассчитываете, что существует некий... Нет, я не рассчитываю на заговор какой-то. Ну вот просто это такое явление, которое непонятно, откуда там идёт мода на определённые вещи. Вот кто, допустим, ну откуда появляются эти правила? Может быть, у вас есть какой-то ответ? Ну, по сути дела, вы ответили на этот вопрос. Эти правила формулируются в результате практики. У людей, например, накапливается раздражение по какому-то вопросу. Вот с чего вдруг голосовые сообщения перестали быть нормой. Ну, потому что их неудобно слушать. Безусловно. Накопилось раздражение, и когда вы уже знаете, что ваш жест будет вызывать недовольство второй стороны, вы понимаете, что лучше его заменить чем-то другим. Так же формулируются правила. А что касается цифрового этикета, это реальная проблема, потому что вы не можете найти учебник, в котором всё будет описано от и до. Более того, если даже сейчас этот учебник будет написан, то уже через года-два... Он будет неактуален. Абсолютно верно, потому что появляются новые технологии, новые нормы, и вы уже читаете его, понимаете, да что же там за старьё? Это всё равно, что сейчас читать правила отправки факсов. Да, или телеграмма, что-то в этом духе. И с чем мы сталкиваемся в итоге? Есть оперативные источники информирования, есть огромное количество статей, которые пишут профессионалы мира делового протокола, этикета, бизнес-коммуникации, бизнесмены в том числе, которые обладают способностью ясно выражать свои мысли. И исходя из этого объёма статей, блогов, сейчас основной информационный поток у нас идёт через блогосферу. Да, конечно. Это такая гражданская журналистика, как ещё её называли лет 10 назад. В этом смысле оттуда мы можем черпать информацию. Ну и, конечно, есть определённые лидеры мнений по этим вопросам. Есть ассоциации преподавателей-консультантов по этикету. Конечно, эта тема больше распространена, например, в России, где каждый год проходят крупнейшие конференции на эту тему. В Беларуси есть несколько, например, есть кафедра протокола и этикета в БГУ на факультете международных отношений. Есть люди, которые занимаются преподаванием и продвижением этой темы, к которым, например, отношу себя я. Слушать этих людей, слушать их мнения, читать блоги на эту тему, посвящённые, и таким образом находить ту линию поведения, которая будет соответствовать вашим обстоятельствам. Хорошо, и заключительный вопрос в этой части. Вот чтобы сразу понять, что предмет разговора релевантен, можно ли какие-то самые распространённые ошибки назвать, устранение которых приведёт, ну, не приведёт, а произведёт такой положительный эффект, чтобы человек сразу преобразился в области цифрового этикета, может быть, в социальных сетях как-то? Ну, надо следить за временем. Это первая ошибка. Поскольку социальные сети выведены сейчас на наши смартфоны, и мессенджеры тоже, это обмен мгновенными сообщениями. Следовательно, когда вы человеку отправляете сообщения, он в ту же секунду их и получает. Следите за тем, чтобы не беспокоить людей на выходных, во время отпуска по рабочим вопросам. Думайте о том, что в 2 часа ночи отправлять сообщение – это не самый разумный шаг, равно как и в 7 утра, предположим. Но, опять же, не всем. То есть это если речь идёт о каких-то делах. Да, о деловом этикете. Деловом, да, да. И о неблизких людях. Давайте не будем забывать, что даже если у вас нету каких-то бизнес-отношений с человеком, но у вас с ним просто приятельские отношения, это не повод отправлять ему сообщения, например, там, после 10 вечера. Только очень близким людям. И даже с этими близкими людьми по определённой договорённости, если это допустимо в рамках ваших отношений, если вы когда-то это проговорили, если это норма, тогда, да, это можно сделать. И ещё одно правило, которое касается содержания этих сообщений. Если мы говорим, например, про мессенджеры, то это имитация разговорной речи. Надо держать это в уме. Это не письмо, это не текст, это даже не эпистолярный жанр. То есть лексика должна быть соответствующей. Это разговорная речь, но при этом вы должны понимать, что не со всеми людьми можно разговаривать в слишком свободной манере, я бы так сказала, да. Следите за грамотностью. Понятное дело, что там автоисправление, скорость набора слов, крохотные кнопочки, по которым вам приходится тыкать пальчиками и попадать туда, желание как можно быстрее отправить сообщение, они сокращают, скажем так, время и убирают эту проверку. И поэтому мы можем, например, говорить про особую орфографию или особый синтаксис, относящийся к мессенджерам. Ну, предположим, точка в конце сообщения. Она считается необязательной. Точка в конце приветствия, когда вы с человеком общаетесь. Будет очень странным, если вы пишете письмо и не ставите эти точки и запятые. Но общаясь в мессенджере, это будет допустимым. Тем не менее, правила, например, орфографии, они всё равно работают. И опять же, есть разного рода сокращения. Особенно ими богат, например, английский язык. Огромное количество аббревиатур. Это там ASAP, да, as soon as possible. В русском языке их значительно меньше. Тем не менее, эти сокращения есть. Отдельно, наверное, стоит говорить об очень длинных сообщениях, которые вы разворачиваете, читаете, читаете, когда же оно закончится. Либо об очень-очень коротких, когда вы что-то пишете, отправляя по одному слову. Я хочу тебе сказать. И у вас 10 сообщений. Ну, я знаю, что так обычно пишут, когда знаки припинания ещё не могут поставить, когда есть определённая неуверенность. Тогда человек отдельно по слову отправляет сообщение. Или когда очень нервничает или очень спешит. Ну, да, да, да. Следить надо за этим моментом тоже. Всё-таки грамотность и слишком короткие сообщения, они раздражают. Ну, и абсанную лексику, конечно, тоже употребляют. Как любой грамотный человек, да. Это касается не только цифрового этикета, а в принципе нормального человеческого общения. Хорошо, друзья, мы ненадолго прервёмся и продолжим буквально через несколько минут. Напомню, вы можете задавать свои вопросы гостям на номер 3377 в группе ВКонтакте, а также в Телеграм на Собака Радио СФМ. Оставайтесь с нами. Ты слушаешь программу «В теме» на Радио СФМ. Продолжение через несколько минут. Радио СФМ Сложно влюбиться не спеша, Остановиться чуть дыша. Всё понимаешь, Но скользаешь. Сцены похожи на кино. Все мои мысли об одном. Будто теряю И не хватает слов. Ты лучше космоса. Мне без тебя быть нельзя. Ты лучше космоса. Ты есть моя земля. Ты лучше космоса. И мы как лёд и вода. Ты лучше космоса. Ты лучше космоса, мне без тебя быть нельзя Ты лучше космоса, ты есть моя земля Ты лучше космоса, и мы как лед и вода Ты лучше космоса Давай напишем тот роман Серые крыши как обман Все исчезает, утром растает Город песок и свет идёт Глаза как джемчуг от пути Так не бывает, я повторяю Но ты лучше космоса, мне без тебя быть нельзя Ты лучше космоса, ты есть моя земля Ты лучше космоса, и мы как лед и вода Ты лучше космоса, оу, да Ты лучше Ты лучше Ты лучше, ты лучше, ты лучше, ты лучше, ты лучше, ты лучше, ты лучше космоса Ты слушаешь программу в теме Журналисты Радио СФМ о людях, событиях и фактах Друзья, мы продолжаем нас в гостях сегодня Основательница школы этикета и культуры, культуролог, магистр педагогики Оксана Зарецкая Говорим о культурном этикете Сейчас, я надеюсь, мы поговорим о прикладных таких более вещах, о прописных истинах То есть простые советы, которые в целом помогут вам не упасть, не ударить в грязь лицом в общении в социальных сетях Не упасть лицом в салат Да, Оксана ведет трансляцию в инстаграме Если у зрителей будут какие-то вопросы, она будет их озвучивать и как-то будем это все дело обсуждать Итак, Оксана, вопрос очень интересный Как писать сообщения эффективно, чтобы на них отвечали? Это большая беда Вообще в этикете существует правило, что надо отвечать на все сообщения Вот вам, чтобы не прислали, надо дать человеку знать Здравствуйте, я тут, я тебя услышал, да, я согласен, либо да, не согласен, тому подобное Но ведь эту функцию сейчас выполняют просто, вот там галочки, прочитаны, допустим И люди потом обижаются, что же я тебе написал сообщение, а ты мне ничего не ответил Ну а если там сообщение окей, к примеру, ну не обязательно, наверное Этого может быть достаточно Но проблема в том, что сейчас у нас такой поток сообщений, что мы, если будем отвечать на абсолютно все, мы просто в этом можем утонуть Вот у вас, Егор, сколько, например, мессенджеров установлено на вашем смартфоне? Три или четыре, примерно Вы, верно, не все считаете Потому что обычно это около 80 разных мессенджеров Ну просто я не проявляю особо такую вот социальную активность То есть я приверженец, допустим, Телеграма И там вот основной поток сообщений я как-то пытаюсь перевести туда Смотрите, когда человек ведет бизнес, да, или, например, работает сам на себя Либо занимает какую-то активную социальную позицию, да, разного рода То часто он ориентируется на тех людей, которые его окружают И если человеку общение удобнее всего проводить в Viber, то вам придется пойти в Viber, потому что, например, он не пользуется Телеграмом Например, в России после определенных запретов этот мессенджер оказался, что называется, за пределами закона Из-за этого там выросла популярность WhatsApp В Беларуси самым популярным мессенджером является Viber Ну да Телеграм вообще сейчас завоевывает все позиции по всему миру Он уже не ограничивается одним, какой-то одной стороной, да Потом, если вы ведете очень активно блог в Инстаграм То, скорее всего, огромный поток сообщений будет вам проходить как раз-таки через Инстаграм Да, в Директ Если у вас много подписчиков в Фейсбуке, или вы там много кого читаете И находите много друзей по всему миру То тогда вы будете еще использовать этот мессенджер И в итоге оказывается, что мы рассыпаемся по большому количеству каналов связи А еще страшная вещь происходит, когда с одним человеком мы общаемся и тут, и тут, и тут А потом вспомнить, где же вообще шел диалог, и где он не сбрасывал эту фотографию Или эту информацию вообще бывает очень сложной И чаще всего мы сами оказываемся виноваты в том, что на наше сообщение не отвечают Не он редиска, что я ему написала, а он не ответил А вы так сформулировали неправильно свое сообщение, что на него не отвечают Первая причина – человеку непонятно, чего вы от него хотите Вы пишете, строчите, огромное сообщение, но ему нет этого побуждения к действию Нет конкретного вопроса То есть вы описываете, описываете, догадайся, чего же я хочу И он, ну ок И? А дальше что? Какие за этим последуют действия? То есть очень важно в вашем сообщении, будь это письмо, будь это сообщение в мессенджере Либо, например, если вы хотите получить комментарии в социальных сетях под своими постами Вы должны очень четко обозначить людям, чего вы от них хотите Вы должны задавать вопрос, либо указывать некое побуждение к действию Вот проверьте свои сообщения на предмет того, насколько они конкретны Человеку понятно, чего вы от него хотите, либо нет Еще очень часто люди боятся, не хотят отвечать на сообщения, потому что боятся отказывать Ему как-то некомфортно, вот вы у него что-то просите А ему, а я сделаю вид, что я не заметил А потом уже будет поздно А потом будет поздно, а потом оно как-то само разрешится И в итоге тоже это сообщение могут игнорировать Соответственно, если вы не хотите поставить человека в неловкую ситуацию Необходимо сформулировать свой запрос, что называется, с путями отступления Предположим, добрый день, Наталья, я увидела у вас на сайте вакансию Если она еще свободна, есть ли возможность назначить собеседование, могу ли я прийти с вами пообщаться И здесь вы тоже человеку обозначаете, если она свободна, вы даете ему тот вариант, сказать вам нет Ну, понятное дело, что когда речь идет про опытных рекрутеров или HR-ов, то в таком случае у него не станет сказать вам нет Но это касается чего угодно Добрый день, Катя, я там видела у тебя книгу, могла бы ты мне ее дать, если тебе удобно Здесь человек, ай, я не знаю, как-то неловко отказать Если эта книга у тебя еще есть, можешь дать мне ее почитать? И человек, точно, я ей напишу, что этой книги у меня уже нет Эти пути отступления позволяют человеку деликатно уйти от просьбы, если она может оказаться ему неудобна Еще одна причина, по которой люди нам не отвечают Когда они реально не знают, что ответить У них, например, нет сейчас этой информации Им требуется какое-то время для того, чтобы ответить И в этом случае будет хорошо задавать вопрос, ориентированный на конкретную дату Ты могла бы мне сказать это, например, мне надо эта информация ко вторнику вечером Или если ты не знаешь, напиши, когда ты будешь об этом знать Вот эти сроки, конкретное время То есть ставить дедлайны такие Совершенно верно, они очень помогают человеку сориентироваться В том, когда же, что же необходимо ответить Так, хорошо, давайте двигаться дальше По таким вот советам Сейчас резко сменим тему Вот смотрите, можно ли не снимать, допустим, наушники Сейчас уже эра таких беспроводных наушников Которые в целом не мешают Airpods Да, допустим, Airpods Нужно ли их снимать при встрече со знакомыми Или можно не снимать Красивых ты видишь Егор, скажите, пожалуйста, когда вы надеваете солнцезащитные очки Вы же видите второго человека Вижу Правильно? Но почему-то всё равно нам надо их снимать Но, опять же, если вы, допустим, прогуливаетесь, не обязательно Смотрите, какие есть в этом случае ограничения Если вы останавливаетесь общаться с человеком Если вы с ним разговариваете Особенно если вы с ним здороваетесь То в этом случае приподнять как минимум очки А лучше вообще их снять И достать свои наушники из ушей Это показать человеку, что вы обратили на него внимание Что вы сейчас ему посвящены Вы общаетесь сейчас с ним Теоретически, если я сижу в своём смартфоне И мне человек что-то говорит Ну я же тоже тебя слышу, какая проблема Это вопрос обозначения внимания и уважения Этикет это вообще во многом про такт и про уважение Понимаете? Поэтому, если вы общаетесь с человеком Снимите солнцезащитные очки И достаньте наушники из ушей Спасибо вам большое за этот вопрос Потому что у меня болит От того, что огромное количество людей Реально забывает про вот эти вот маленькие капельки в ушах Когда я с ним разговариваю, мне неловко Мне непонятно Он слушает музыку, он меня слушает Чувствуется барьер такой определенный Да, конечно, это определенный барьер По этой же причине, когда мы с вами будем сидеть За переговорным столом То желательно не ставить между нами там бутылки, цветы И ещё что-то Это вот та история про психологический барьер Нам никакого труда не составит это убрать Это не меняет нашу позицию Но тем не менее, если к вам подходит человек И вы с ним разговариваете Вы опускаете крышку своего ноутбука А не сидите, загородившись этой крышкой И в этом суть Проявить к человеку уважение Убирать эти лишние барьеры Но есть ситуации, когда мы можем не снимать очки И не доставать наушники Если на улице к нам подходит малознакомый человек Спрашивает, куда Или незнакомый человек Спрашивает, куда бы пройти И вы в эту секунду можете ему показать дорогу Вот остановившись буквально на 2 секунды В своём пути И в этом случае вы можете не поднимать Ну, потому что в целом ничего не связывает с этим человеком Безусловно Знакомство с точки зрения социологии, антропологии Оно является тем фактором Который даёт вам определённые права на общение с человеком В том числе право на его внимание Это важный момент Хорошо, ещё вопрос Куда писать незнакомому человеку? Вот есть какой-то у вас определённый запрос Знаете человека, но вы с ним не знакомы Лично В мессенджер, в соцсетях писать ему Или вообще позвонить, допустим Если вам необходимо связаться с малознакомым человеком Каким-то образом вы достали его контакты То здесь, если у вас это единственный контакт И другого способа с ним вообще связаться нет Вот всё У кого-то узнали его номер телефона То первое, что вы должны сделать, когда вы человеку звоните Вы должны сказать ему, откуда у вас этот контакт Представиться и сказать, откуда у вас Мне ваш номер телефона дал такой-то Сослаться на вашего общего знакомого Или я нашёл ваш номер телефона, например, на сайте Или ещё где-то Вы должны человеку объяснить, откуда у вас номер Если у вас есть выбор, то в этом случае, например, написать ему в мессенджер Написать ему, скажем, в Телеграм или Вайбер Или написать ему в мессенджер Фейсбука или Инстаграма Если это малознакомый человек То хорошим тоном будет сначала написать ему через социальные сети То есть сейчас номер, если у вас есть номер Можете пробить его по разным мессенджерам То есть Вайбер, Телеграм, если он там есть Тогда писать сразу в мессенджер лучше, прежде чем звонить голосом, узнать у человека удобно, когда удобно будет ему поговорить. У нас звонок сейчас считается отторжением в личное пространство. Предпочтительным оказывается написать, а не позвонить. Причём, выбирая разные мессенджеры, отдавайте предпочтение тем, которые вы можете найти в социальных сетях. Это Facebook, это ВКонтакте, это Instagram, это Одноклассники. Ну, потому что человек сам указывает условно, куда ему писать. Его можно просто очень найти через поиск. Катя Иванова. И вот вам появляется Катя Иванова в том же Facebook или в Одноклассниках. Вы там человеком пишете, и только когда он вам даст свой контакт в социальных... свой контакт личный, завязанный на его номер телефона, да, это Telegram, это Viber, это WhatsApp, в таком случае вы можете уже писать туда. Первый контакт предпочтительно делать через социальные сети. Оксана, к сожалению, время-то подходит к концу, еще столько вопросов не обсудили, но жаль, жаль. Друзья, время эфира подошло к концу, все самое интересное и полезное нам рассказала основательница школы этикета и культуры, культуролог, магистр педагогики Оксана Зарецкая. Спасибо вам большое. Спасибо, Егор, большое. Мне тут прилетели, на самом деле, вопросы через мой Instagram, но я вижу, что мы не успеваем уже ответить на них. Уже время поджимает. Да, и в таком случае я сделаю отдельный пост на эту тему. Хорошо, напомню, это была программа «В теме». Меня зовут Егор Городко. Пока. Слушай Радиус ФМ и будь